Ну чё, пацанчики, Adidas, народный бренд, три полосы. Всем привет, с вами Дэн, и как вы знаете, я не люблю фэшн-бренды. А сегодня у нас как раз фэшн-бренд, хотя может быть не совсем фэшн-бренд, потому что это всё-таки такой спортивный бренд, но один фиг. Adidas это кроссовки и одежда, а здесь у нас часы. И как вы знаете, в принципе, ну практически любой производитель подобного плана имеет свою линейку так называемых часов или фэшн-часов. Иногда они бывают неплохие. В большинстве случаев это лютый-прилютый трэш. И мне стало интересно, что ж такого пускает Adidas. Вот они пока были в России, я что-то никогда не видел у них этих часов. А тут я заметил, что в принципе для зарубежных сайтов у них есть и линейка часов. И мне стало интересно. И мне стало интересно, во-первых, самому, а во-вторых, что вы мне скажете по поводу этих часов. Да, ну давайте смотреть. Взял я их, кстати говоря, и заодно протестировать новый магазин Watch Market J на Джуми. Вот сделал там заказ и корейский магазин. И вот хочу посмотреть, чего они прислали, как они работают. Ну в принципе, все как обычно на Джуми. Можно платить рублевой картой. Заказал через Почту России. Вот в этот раз выбрал Почту России, а не через Пятерочку. И, собственно, пришли они на Почту. Шли где-то, ну больше месяца. Может даже почти полтора месяца. Но главное, что пришли. И давайте открывать. Смотреть. Смотреть, значит. Ну, коробочка такая синяя. Прям Adidas. А здесь какая-то бумаженция. Гарантийная карточка. Bless Company. Ну, это, видать, собственно, продавец. Такую дает. Ну, это тоже, собственно, неплохо. Давайте. Как она тут? Опа. О. Бренд с тремя полосками. О, здесь даже какая-то... Какая малюсенькая. Какая малюсенькая карточка здесь. Ну, прикольно. Это, блин, это офигенно. Так. Ну, коробка, знаете, внушает. Коробка сделана приятно. Ничего себе, ребята. Ничего себе, ребята. Они весят. Они весят-то прилично. Так, давайте я сейчас распакую, а потом уже будем обсуждать. Фух. Так, распаковал часы. Запечатаны были на славу. И тут такой же малюсенький, значит, малюсенький референс. Да, здесь AOSI 2227. Ну, называется, кстати, Adidas Originals Analog. Да, аналоговые часы. Ну, тут вот еще такая вот есть бирочка. Так, ну ладно, бирочки пофигу. Давайте смотреть на часы. Что про них могу сказать? Собственно, что здесь кварцевый механизм стоит, какой не указано. Ну, предположу, что вряд ли швейцарский, наверное, японский. Да, стальной корпус, стальной браслет. 50 метров водозащита. Ну, и цена, она на самом деле там достаточно сильно скачет, поэтому ссылку оставлю. Вы заходите, смотрите, сколько они будут стоить на момент того, как вы туда зайдете. Так, значит, я думаю, слушайте, я вот когда их распаковывал, мне пришла в голову идея. Мне просто интересно провести розыгрыш от часов Adidas на канале. Вот сколько будет участников. Поэтому обязательно разыграю их. И, значит, чтобы поучаствовать, мы на стриме с вами собираемся где-то раз в два месяца. Надеюсь, осенью и зимой будет почаще. И, собственно, я разыгрываю некоторые часы, которые бывают на обзоре. Для этого нужно что? Быть подписан на канал GTA True, поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий. И потом на стриме, в общем, разыграем рандомным способом. Так, ну вообще, вообще, вот если отвлечься от того, что здесь логотип Adidas, хотя, в принципе, логотип Adidas это же не так и плохо, то корпус мне нравится. Корпус такой немножечко винтажный, да. Такая у нас идет подушечка, подушечка. И у этой подушечки приятный на скос такой, да, идет угол, который с зеркальной полировкой. И он продолжается на ушках. Ушки короткие. Логотип Adidas на заводной головке. И ранд здесь зеркальный. Сочетается хорошо с этими вот как раз зеркальными гранями. И вообще, ну вот прям сделано со вкусом, да, вот прям под винтаж. Когда у нас как будто бы вот есть центральная часть, где вот круг такой, да, и в нем циферблат, а вся остальная конструкция, она еще идет снаружи. Ну вот, прям явно чувствуется 70-е годы здесь. И, кстати, реально ни на что не похоже. Может, что-то и было в 70-е годы похоже, но вот сейчас я что-то так мне в голову не приходит. Особенно в сочетании с циферблатом. Во-первых, циферблат здесь под Тиффани цвет, да. Или даже это прямо и есть Тиффани. Интересно. А это модный цвет. Во-вторых, мне нравится, как сделана вот минутная разметка. Она как бы в центре такая, да, такая спортивная очень. А часовая разметка, она по внешнему радиусу. Причем внешне этот самый радиус, он идет выше. И знаете, вот такое впечатление, как будто бы это стадион, а это трибуны. Трибуны, это, соответственно, где у нас часовые метки расположены. Как будто вот они немножко скошены, а потом еще ниже идет уже как бы сам стадион такой, да, зелененький. Вот. Прикольно сделано. Нюанс такой синий в цвет Adidas, да, как коробка, на секундной стрелке идет. Белые очень контрастные здесь, часовая и минутная. Читаемые здесь просто превосходные. И вообще очень лаконичный циферблат. И знаете, вот если бы здесь вместо Adidas было написано что-нибудь типа, ну, Тисо, не знаю, какой-нибудь, да, например, или Сертина, или какой-нибудь микробренд, я бы подумал, блин, офигенно. Просто вот реально корпус и вот этот циферблат, он даже, наверное, скорее под немецкий идет, под что-то типа Югенс, да, вот это было бы круто прямо здесь. Мне очень понравился. Вот напишите свое мнение, ну, мне прям круто, нравится этот корпус и особенно этот циферблат. Он просто офигенный, просто офигенный. И как будто бы браслет интегрированный, потому что он прям немножко вовнутрь, да, заходит этого корпуса. Все тут сатинирование плюс зеркальная полировка. И сатинирование выполнено очень приятно. Очень хорошо сделано. Я такого, честно говоря, не ожидал ни в плане дизайна. Может, конечно, у кого-то сперли, но я вот что-то не наблюдал подобного. И в плане отделки корпуса это тоже просто вот вау, да. Ну, сзади тоже, да, чтоб добить. Made in China. Ребята не скрывают. И за это им просто можно похлопать, кстати, да, поаплодировать. Написано, да, написано, что японский механизм. Японский механизм. Ну, что ж, это хорошо. Ай, смотрите, что написано. Timex Group. По лицензии Adidas. Timex сделал. А, теперь все понятно. Теперь все понятно, кто сделал такую нам красотулечку. Такую красотулечку, конечно, может сделать Timex и как раз-таки за недорого. Браслет. Ну, браслет это совершенно противоположное. Браслет это что-то вот дешевое, в таком японском самом, в начале с дешевым стилем. Мне даже кажется, что браслет здесь не цельный, не литой. Ну, он как бы неплохо сделан. Здесь ничего нигде не топорчится. И вообще он вполне себе такой хорошенький. Но вот это, ну, никуда не годится. Ну, вот, нет. Браслет здесь надо прям выкинуть и поставить здесь красивый ремешок, чтобы он хорошо сочетался с этим корпусом. Именно, я думаю, ремешок. Потому что, мне кажется, браслет к этим часам вот не очень таки и подходит. Что касается размеров, то 38,2 неплохо. Высота 9, даже чуть меньше 8,8. Так вообще прекрасно. Браслет 20. Ну, и от ушка до ушка, что тут сколько получается? 45,3. Да прекрасно. Просто прекрасно. Так. И на моем запястье 18,5. Ну, вот так, собственно, у нас получается вот этот вот Adidas Originals. Сидят прекрасно, слушайте. Прям кайфово. Так. Ну, и с учетом того, что у нас браслет такой полупустой. Ой. Что получается по весу? 107 грамм. Да немного. А на ремне будет еще меньше. Давайте макро глянем. Так, метки у нас накладные. Кстати говоря, здесь матовый такой. Да, Tiffany цвет. И вот, как я вам говорил, как будто такие беговые дорожки. Да, или трибуны здесь. Ну, прикольно. Прикольно сделали. Метки, кстати, по-моему, не самые качественные здесь. Хотя нет, это тут просто искажение от стекла. А стрелочки прям приятные. Прям хорошие стрелочки. Ну, и корпус производит приятные впечатления, в отличие от браслета. Ну, что ж, я ссылку на магазин оставлю на Джуме. И магазин мы с вами протестировали. Магазин молодец. Что касается часов. Знаете, сначала хотел постебаться. А когда разобрался с корпусом и циферблатом, они мне понравились. И мы поняли, что это еще и таймик сделало. Так что вообще кайф. Просто кайф, реально. И я удивлен. Я прям реально удивлен. Потому что, ну, я привык, что фэшн часы делаются, ну, просто полный лютый трэш. Обычно, да. И здесь браслет действительно лютый трэш. Но. А, ну это потому что таймик. Потому что таймик сделал, поэтому все по красоте. Поэтому вот на этой прекрасной, офигенной ноте мы с вами завершаем этот обзор. Не забываем участвовать в розыгрыше. На этом все. С вами был Дэн. Пока.